С района Муртунинского и Агдамского на местности эта граница никак не обозначена, но с другой стороны местные это знают, где заканчивается их земля и начинается чужая. В самое ближайшее время Агдамский район переходит под контроль Азербайджана. Окраина армянского села Барташе местные торопятся собрать урожай гранатов, которые никто здесь не трогал из-за боевых действий. Плантация большая, поэтому плоды дозревали долго и много. Война, война. Надо работать. Новые старые соседи-азербайджанцы, которые могут появиться здесь уже завтра, пока этих людей настораживают. За более чем 30 лет они просто отвыклись жить бок о бок. Тем более, что теперь между соседями пройдет линия разграничения с военными по обе стороны. Два километра. Спокойно, беспокойно, как? Время покажет. Покидать свое село эти люди пока не собираются. Мир в регионе им обещали на высшем международном уровне, а здесь на земле гарантируют российские миротворцы. А вот из села Вазгинашен жители уезжают. Оно переходит в состав Азербайджана. Саркис, Саркисян надеется, что село все же останется в составе Карабаха, но на всякий случай вывозят все ценное. Надеюсь вернуться, но пока забираю все. У меня здесь дома трех братьев, 11 детей. Хотелось бы жить не где-то там, а у себя дома. Саркис едет в Армению, а его соседи перебираются поближе, в райцентр Мартуни, который сам серьезно пострадал от войны. У республики, у города есть возможность помочь этим людям? Ну, в Мартунах пока что нет, потому что очень много разрушений. И те дома, которые были разрушены, пока надо восстанавливать. Ну, чем можем, поможем. Сегодня в Карабахе парадоксальная ситуация. Одни из республики уезжают, другие в сопровождении российских миротворцев возвращаются. В колонии беженцев в центре Скипанакерта армян встречает маму с внуками. Сколько вы не виделись? 40 дней стреляли. Опасно было здесь, все хорошо. Кто гарантирует? Хорошо. Россия. За сутки с территории Армении в Нагорный Карабах обеспечено безопасное возвращение 1199 беженцев, ранее покинувших свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий. С передачи отдельных районов Карабаха Азербайджану количество российских миротворческих постов на линии разграничения вероятнее всего увеличится. Но вот этот между городом Шуша и Степанакертом останется стратегическим. За день до появления здесь голубых касок, точку, с которой столица Нкао, как на ладони, заняли азербайджанские войска. Но дальше по договоренности сторон продвинуться не смогли. И сегодня в Карабахе российская сторона сформировала пять центров, которые должны способствовать нормализации обстановки по гуманитарному разминированию, примирению сторон, транспортному и медицинскому обеспечению и торгово-бытовому снабжению.